Добрый день! Сегодня мы продолжим знакомиться с микроскопом Leica DM-4000B и поговорим о настройке освещения по келлеру. Ну и соответственно нам придется рассмотреть более подробно такие темы, как разрешение микроскопа, контраст получаемого изображения. Для удобства на этой части практических занятий на установке стрелочкой показан телефон, который будет показывать апертурную плоскость. На мониторе будет полевая плоскость, то есть здесь мы будем видеть с вами препарат. И чтобы это было еще удобнее, видео с телефона, которое показывает сейчас апертурную плоскость, будет вынесено отдельно вот в таком вот маленьком окошке. Итак, коллеги, настройка микроскопа по методу келлера, который включает в себя настройку положения от объектива до препарата и от конденсора до препарата. Естественно, первое, что нам нужно с вами будет сделать, это поместить препарат в микроскоп и сфокусироваться на нем. После этого мы можем с вами закрыть полевую диафрагму. Обратите внимание, на вкладочке внизу будет показана увеличена левая сторона микроскопа и кнопки, которые мы будем с вами нажимать, будут отмечены стрелкой. Итак, закрываем полевую диафрагму. Ее положение у нас теперь видно на экране. Но изображена она не резко, поэтому нам нужно будет поднимать или опускать конденсор до того момента, пока края диафрагмы не станут резко видны, как вот сейчас на экране. При всем при том, сейчас она у нас не отцентрована, и для центровки нам придется использовать два шестигранных ключика. Нам сейчас необходимо будет при помощи двух ключей выровнять положение конденсора так, чтобы полевая диафрагма находилась по центру поля зрения. Один из ключей двигает ее по диагонали слева направо, другой, соответственно, в другом направлении. Стрелочкой отмечено место, где находится шайба шестигранная, куда нужно как раз вставлять этот ключик. К сожалению, у микроскопов прямых лейки вот такая система. Здесь нету отдельных барашков, которые двигать необходимо, будет использовать шестигранные ключики. В идеале у нас должно получиться изображение, примерно вот так вот по центру поля зрения. Теперь мы можем открыть полевую диафрагму. Ровно по полю зрения, чтобы не освещать лишнюю часть препарата. И, как видите, на данном препарате проблем с контрастностью никаких нет. В некоторых случаях нас будет все-таки интересовать возможность изменения соотношения контраста и разрешения. А для этого нам нужно будет поговорить с вами теперь об апертурной диафрагме. Посмотрите, сейчас на изображении меняется только яркость, а на маленьком видео, которое встроено в верхний левый угол, начало появляться изображение диафрагмы. Это уже апертурная диафрагма. Обратите внимание на изменение изображения. Изменение размера апертурной диафрагмы будет влиять на достаточно большое количество параметров одновременно. Во-первых, это, конечно, разрешение. При полностью открытой диафрагме разрешение будет максимально, при закрытой оно будет меньше. И вот сейчас открыта у нас с вами апертурная диафрагма. И если вы посмотрите на экран, то на препарате видны очень мелкие детали, стенки клеток очень тонкие, но при этом есть несколько проблем. Во-первых, не очень большой контраст, а во-вторых, глубина резко изображаемого пространства не очень высока. И мы видим из всего толстого препарата, как бы вот такой слой более-менее хорошо, все, что выше-ниже, оно, конечно же, расфокусировано. Давайте начнем закрывать с вами апертурную диафрагму. Очевидно, что при этом уменьшается яркость света. При необходимости мы можем добавить кнопочки, здесь отмеченные красной стрелкой. Но смотрите, что у нас теперь происходит. У нас изображение становится гораздо более контрастным. И это, конечно же, хорошо. Но с другой стороны, разрешение этого изображения уменьшается. И сейчас, когда мы закроем полностью апертурную диафрагму, посмотрите, видно, насколько потеряно разрешение. У нас стали очень большие, очень толстые клеточные стенки. Их стало очень хорошо видно, правда. Но если мы теперь посмотрим на какие-то маленькие детали, они, к сожалению, стали нам практически не видны. И при такой высокой контрастности, естественно, потеря разрешения уже очень значительна. Ну и второе. Заметьте, что теперь вся толщина среза, несмотря на то, что он очень толстый, у нас находится в фокусе. Мы весь наш объект одновременно видим сфокусированным. И получается, что у нас есть необходимость выбора некого компромисса между разрешением и контрастностью-глубиной фокуса. Это будет зависеть от препарата, который вы микроскопируете, от ваших задач. Мы можем работать либо с очень высоким разрешением, тогда контраст будет, конечно же, не очень высокий, либо, увеличивая контраст, мы будем частично терять разрешение. И можно порекомендовать некое среднее положение, при котором разрешение еще остается достаточно высоким, а контраст уже появляется более-менее неплохой. И это положение, когда наша апертурная диафрагма закрыта где-то на 20%. То есть 80% вашего поля зрения в апертурной плоскости остается открытой и 20% закрыта. Вот мы сейчас давайте закроем с вами апертурную диафрагму. Обратите внимание, здесь также видно фазовое кольцо. Оно нам потребуется в дальнейшем, когда мы будем с вами говорить о фазовой микроскопии. Оно также находится в апертурной плоскости. Ну, а сейчас мы будем закрывать с вами апертурную диафрагму. Края ее видны, и здесь видно также стрелочка, указывающая на эти края. И положение, которое дает некий компромисс начальный между разрешением и контрастностью, это вот такое положение. Теперь мы можем чуть прибавить цвет. И, как видите, картинка теперь у нас получилась с достаточно высоким разрешением, ну и уже есть весьма неплохой контраст. То есть разрешение мы здесь практически не потеряли. Чтобы можно было лучше показать эффект от изменения разрешения при изменении апертурной диафрагмы, я позволю себе напомнить слайд из лекции, на котором было показано, каким образом мы можем увеличить угол лучей, входящих в объектив, ну и, собственно говоря, где было дано объяснение числовой апертуры. Как видите в этом уравнении, кроме самого по себе угла, от нормали до крайнего входящего в объектив луча, также есть коэффициент преломления иммерсионной среды. Поэтому для того, чтобы получить высокое разрешение, для того, чтобы собрать максимальное количество лучей, мы будем с вами использовать иммерсию. Позвольте мне продемонстрировать эффект от иммерсии, ее применение, при помощи вот этих двух акриловых прозрачных блоков. Посмотрите, сейчас эти блоки у нас будут соединены друг с другом, но между ними будет тонкая-тонкая-тонкая прослойка воздуха. И я буду освещать нижний блок лучом лазера под разными углами. Этот блок немножечко флюоресцирует, поэтому мы с вами увидим вот такое синее освещение, где луч проходит. Обратите внимание, когда я буду увеличивать угол, в определенный момент, вот он, весь луч у нас полностью отраздился от раздела между этими двумя блоками. За счет того, что есть разница в коэффициентах преломления между этим акриловым стеклом и маленькой тонкой воздушной прослойкой, разделяющей два блока. Давайте немножечко изменим этот эксперимент. И единственное, что мы с вами поменяли, между этих двух блоков я сейчас положил капельку воды. Конечно, коэффициент преломления у акрила и воды различается, у акрила он больше. Но давайте точно так же менять угол луча. И посмотрите, мы уже под большим углом подаем, и вот только в этот момент получили полное внутреннее отражение. То есть иммерсия позволила нам собрать луч, идущий под большим углом. Вот такая картинка, которая позволит нам теперь просуммировать итоги этого эксперимента. Посмотрите, с левой стороны два блока без иммерсии между ними, и уже на таком достаточно небольшом угле, под которым подходит наш луч, мы наблюдаем полное внутреннее отражение, а второй призму ничего не выходит. И в случае использования водной иммерсии, с правой стороны, обратите внимание, угол намного больше, а лучик все еще переходит из одной призмочки в другую. В принципе, при таком варианте иммерсии, хотя это и водная иммерсия, мы можем уже собрать большее количество лучей. Для чего нам нужно собирать большее количество лучей, и почему разрешение зависит от того, под каким углом эти лучи сможем собрать. У нас было два объяснения. Первое такое чисто геометрическое объяснение, опять же, слайд из лекции. И если вы помните, в зависимости от размера апертурной диафрагмы, от того, насколько она открыта, и, соответственно, от того лучи, какими углами от объекта мы собираем, мы можем рассматривать образовавшуюся за этой апертурой волну, каждую точку этой волны, как источник вторичных волн. Это принцип Гюгенса. И мы имеем право теперь провести от каждой точки с той же самой длиной волны лучи до экрана, расположенного на определенном расстоянии. И посмотрите. Мы с вами возьмем крайние точки. Это точка, которая идет от луча, идущего под самым большим углом, и точку, которая находится прямо на оптической оси. И просто построим с вами для каждой точки экрана три случая. Первый случай – синие лучи, когда они приходят точно в одной и той же фазе в центр экрана, там, где изображение точки должно было бы появиться. Зеленые мы с вами сдвинули на такое расстояние луча, чтобы они пришли сюда точно в противофазе. И красные – следующий случай, когда эти лучи опять приходят в фазе. Посмотрите. Если эти лучи расположены близко, то есть мы собрали их под небольшими углами, расстояние между этими лучами достаточно большое. И центральное пятно от этой функции рассеяния точки будет очень большим. То есть разрешение будет маленьким. Каждая маленькая точка нашего объекта исходного будет в виде большой размазанной точки на экране. Открываем апертуру. И посмотрите, точно так же построены все три случая. Теперь у нас с вами расстояние между этими случаями заметно стало меньше. Центральное пятно, самое яркое, тот самый диск ири у нас стал более сильный по интенсивности. Ну и гораздо меньше, естественно, по своей протяженности. То есть теперь мы можем различить два объекта, находящиеся близко друг к другу в таком случае, что мы не могли бы сделать, например, при частично закрытой диафрагме. Ну и также у нас было второе объяснение с точки зрения волновой оптики более понятное. Если мы с вами в наш микроскоп поместим какой-нибудь регулярный объект. Ну, самый простой регулярный объект – дифракционная решетка. Это препарат с чередующимися темными и светлыми полосами, например, или с чередующимися полосами, где стекла чуть больше или чуть меньше. Самое главное, что на таком объекте, если мы будем подавать с вами коллимированный пучок лучей, у нас будет происходить дифракция и будет образовываться кроме нулевого порядка лучей, тот, который проходит через дифракционную решетку без дифракции. Первый порядок лучей, второй порядок лучей и так далее. И, естественно, можем посчитать угол, на который будет происходить такое отклонение, зная длину волны и зная шаг решетки. Теперь, если мы положили такой объект в микроскоп, посмотрите, если наша линза объектива собирает нулевые порядки, то фокус этих нулевых порядков будет, как мы и предполагали, прямо на оптической оси. Тут все понятно. Давайте посмотрим теперь фокус для первого порядка лучей. Как видите, он будет находиться немножечко в стороне от фокуса нулевого порядка. Но теперь эти два луча, придя в плоскость экрана, будут интерферировать друг с другом. Где-то будет конструктивная, где-то будет деструктивная интерференция. И за счет этого мы с вами получим изображение вот этой дифракционной решетки в плоскости уже полевой. Если же мы соберем только нулевой порядок лучей, интерферировать им будет не с чем. И они будут освещать нам всю нашу плоскость экрана целиком. Мы получим так просто серое поле. Если же мы теперь поместим в место, где у нас как раз фокус разных порядков, какой-то экранчик, то мы увидим, в зависимости от того, насколько хорошо объектив у нас собирает лучи, под какими углами мы их можем с вами собрать, какая числовая у него апертура, либо только нулевой порядок, первая картинка, как видите, там только белая точечка есть, и никакого изображения мы таким объективом не получаем. Нулевой первый порядок, изображение уже вполне прилично, нулевой первый второй, ну и так далее. И становится понятно, что чем меньше будет у нас объект, тем меньше расстояние будет между этим шагом дифракционной решетки, тем дальше у нас будет отклоняться первый порядок лучей. Ну и теперь мы знаем, чтобы у нас изображение получилось, нам нужно хотя бы два порядка собрать. Нулевой и первый, два первых, первый и второй, как угодно. Но главное, чтобы это было два порядка, чтобы мы могли заставить лучи проинтерферировать. Давайте посмотрим на зависимость картин, которую мы будем получать, от длины волны. Ну и для интереса возьмем теперь не просто дифракционную решетку, а возьмем какой-то объект с несколько более сложной, хотя и регулярной структурой. Сеточку для электронной микроскопии, фотография ее приведена в нижнем правом углу. Как видите, такие сотообразные шестигранные структуры, многократно повторяющиеся. Ну а в качестве светителя мы возьмем луч лазера. Понятно, что это как раз коллимированный источник, условно монохроматический, условно, опять же, он будет когерентный, но это для нас не так важно, как то, что мы теперь, подавая источник на вот такую структуру, можем увидеть картинку дифракции. И вот как она будет выглядеть для, условно говоря, красного лазера 650 нм, вот как для зеленого 525 нм, и давайте еще для синего возьмем 450 нм. Понятно, что такие картинки сложно воспринимать сразу на глаз. Давайте попробуем объединить эти три картинки вместе. Здесь у меня центры дифракционных картин соединены. И посмотрите, чем меньше длина волны от красного к зеленому и к синему, тем меньше шаг между этими порядками. То есть получается, что синий луч у нас отклонился, первый порядок, гораздо меньше от нулевого порядка, и шанса собрать объективом бы эти порядки у нас было бы больше. И давайте теперь возьмем уже дифракционные решетки разного размера. Посмотрите, здесь у нас взяты решетки 60 линей на миллиметр, 120 линей на миллиметр, 300 линий, 600 линий. И взято два лазера 650 и 525 нм, красный и зеленый. И как вы видите, при увеличении количества линей на миллиметр, то есть чем мельче у нас объекты, тем вот эти первые порядки у нас все дальше и дальше от нулевого порядка отходят. Ну и, соответственно, чем у нас длина волны больше, чем больше в красную сторону сдвинут, тем они тоже больше отклоняются. Если бы у нас здесь был бы еще на этой картинке синий лазер, он был бы еще ближе к нулевому порядку лучей. Отсюда понятно, что для нас важно собрать как минимум два порядка лучей. Понятно, что чем меньше объект, тем нам нужно будет большая числовая апертура, чтобы его увидеть. И также понятно, что чем у нас будет короче длина волны, тем больше шансов, что мы все-таки сможем этот первый порядок, кроме нулевого, зарегистрировать. И для того, чтобы мы могли с вами зарегистрировать эти порядки лучей, мы можем использовать еще один подход. Предположим, вот у нас дифракционная решетка, 600 линей на миллиметр. Видите, достаточно далеко расположены нулевой и первый порядок. Возьмем решетку более мелкую, 1200 линей на миллиметр. И, как видите, у меня теперь в поле зрения камеры даже не получается, если по центру поставить нулевой порядок, первые порядки увидеть. С другой стороны, а что если я наклоню лазер, которыми освещает сейчас инфракционную решетку? Как видите, в этом случае у меня появляется возможность увидеть два порядка лучей, нулевой и первый. Чтобы было лучше видно, давайте сбоку покажу ту же самую картинку. Видите, я только меняю угол наклона. Таким образом, если мы будем освещать в нашем микроскопе проходящего света не просто коллимированным пучком света наш объект, а набором таких углов, то есть шанс, что свет, идущий под каким-то достаточно большим углом, подвергший дифракции на объекте, все-таки сможет достичь двумя порядками, нулевым и, скажем, первым, нашего объектива. Объектив его сможет собрать, и два порядка лучей дадут нам возможность получить изображение. Ну, а что такое угол наклона, который мы используем для освещения объекта? Вот это числовая апертура уже конденсора. И как раз ее мы регулируем при помощи апертурной диафрагмы. Формально, как вы видите, апертурная диафрагма, стоящая у нас под конденсором, действительно будет менять угол наклона лучей, которыми освещается объект. И у нас для расчета разрешения микроскопа есть две формулы. Первая формула – это когда у нас числовая апертура конденсора равна или больше числовой апертуры объектива. Понятно, что в любом случае больше, чем объектив соберет, мы и получить с вами не сможем. А вторая формула, где у нас в знаменателе сумма двух числовых апертур, то нам здесь эту формулу использовать придется, когда числовая апертура конденсора меньше, чем числовая апертура объектива. Ну и опять же приведены характеристики изображения, которые мы с вами будем получать при открытой апертурной диафрагме и закрытой апертурной диафрагме. Соответственно, большой и малой числовой апертуры конденсора при достаточно большой числовой апертуре объектива. Ну и поговорив о разрешении и о важности иммерсии, давайте посмотрим, как нанести правильно иммерсионное масло на прямой микроскоп, с которым мы с вами как раз работаем. Иммерсионное масло бывает разное, и, к сожалению, для каждой фирмы оно немножко различается. При том, что даже общий коэффициент преломления может быть одинаковый, например, 1.515, как здесь. Но есть для каждого иммерсионного масла разница, которая перечислена в описании, для разных длин волн и температур. Здесь ее хорошо видно. И если вы нанесете неправильное иммерсионное масло, то, скорее всего, получите хроматическую аберрацию. Прежде чем наносить иммерсионное масло, нужно убедиться, что вы случайно не макнете в него сухой объектив. И есть два варианта нанесения масла. Если вы уже перед этим смотрели ваш препарат на сухом высокоапертурном объективе, объектив на этом микроскопе парафокально, то есть просто перевернув другой объектив, вы, скорее всего, уже окажетесь примерно на уровне фокуса, вы можете поставить между последним сухим объективом и первым иммерсионным. Обычно это гнездо не занимается в такое положение револьвер. И нанести теперь на препарат маленькую капельку масла. Теперь аккуратно поворачиваете, удостоверившись в том, что поворачиваете в правую сторону именно в иммерсионный объектив. И, как видите, иммерсия у нас вносит автоматически. Почему здесь показана еще апертурная плоскость? Дело в том, что в полевой плоскости пузырьки масла вы практически не увидите, если у вас нанеслось масло плохо. В апертурной же плоскости, если будут пузырьки воздуха в масле, их будет видно хорошо. Ну и второй случай, если вы сразу хотите начать работать с большого увеличения, точно так же наносите капельку масла, аккуратненько подводите вначале макро, потом микровинтом уже препарат, и вот сейчас будет видно, вот, видите, капелька у нас соединилась. Дальше можем работать только с вами уже микровинтом, чтобы случайно не повредить наш объектив или препарат. Давайте откроем нашу апертурную диафрагму на максимум. Как видите, здесь абсолютно видно, что до конца мы ее открыть с вами не можем. Почему? Потому что числовая апертура нашего масляного объектива это 1,3, а наш сухой безиммерсионный конденсор способен дать числовую апертуру только на 0,9. И теперь поместим в наш микроскоп в иммерсионном режиме с высокоапертурным объективом биологические объекты, имеющие регулярную структуру, чтобы могли оценить изменения разрешения, контрастности и других параметров от изменения апертурной диафрагмы. Обратите внимание на изображение апертурной плоскости и каждый раз, когда у нас будет появляться объект в поле зрения, вы будете видеть как раз вот эти самые фокусы дополнительных порядков. У вас будет видно не только отверстие, ограниченное апертурной диафрагмой, но и вот такие вот дополнительные фокусы. Давайте мы уменьшим апертурную диафрагму, чтобы их было лучше видно. Мы уменьшаем до минимального значения. И теперь у нас очень хорошо видна вот эта диафракционная картина, которая сформировалась за счет диафракции света на раковинке вот этой диатомовой водоросли. Откроем нашу апертурную диафрагму обратно. Это было в целях демонстрации. Ну и также в зависимости от того, какой объект у нас будет, с какой симметрией, эта картина будет сильно меняться. Вот другая диатомоводоросли, соответственно, картина дифракции выглядит немножечко по-другому. Давайте полностью закроем нашу апертурную диафрагму. Как видите, для разных объектов эти картины будут сильно меняться. И можем попробовать найти объект, для которого разрешения нашего микроскопа еле-еле хватает, чтобы мы могли все-таки получить. Аплодисменты. Посмотрите, для диатомовой водоросли видно, что в порядке лучей расположены вертикально, только синий свет у нас может быть пойман нашим объективом. Вы помните, синий свет подвергаясь дифракции отклоняется на меньший угол и в принципе вот этот объект является объектом, лежащим на границе разрешения нашего микроскопа. Давайте откроем теперь апертурную диафрагму. Как видите, для этих двух порядков начинает добавляться еще зеленый свет и немножечко даже желтого цвета. Таким образом, открывая апертурную диафрагму, мы с вами увеличиваем количество порядков лучей, которые мы можем с вами собрать. В итоге сможем сформировать картинку. Вот фотография этого объекта и обратите внимание на очень-очень тонкую и честную структуру. Этот объект действительно находится на грани разрешения. Мы с вами посчитаем разрешение микроскопа и вы увидите, если возьмете справочник, что эти размеры сопоставимы с размерами пор на раковине этого объекта. Теперь мы закроем апертурную диафрагму и сделаем при такой же яркости, при таком же количестве света еще одну фотографию для сравнения. Как видите, здесь мы практически не собираем первый порядок лучей, только нулевой порядок лучей для этого объекта мы собираем. Вот они у нас, видите, совершенно пропали. И тогда на фотографии, которые у нас сейчас получатся, мы можем увидеть, что вот эта тоненькая и честная структура теперь нам абсолютно неразличима, не видна. Давайте эти две картинки теперь поставим рядом. Наверху изображение того, что мы видим в апертурной плоскости, соответственно, фокусы таких порядков лучей у нас есть. Внизу два изображения уже в плоскости нашего объекта. Ну и еще раз обратите внимание, насколько хорошо на правой картинке видна вот эта ячеистая структура, и на левой картинке практически полностью она отсутствует. Различить отдельно эти ячейки становится невозможным. Так же, как и на правой картинке мы не собираем эти дополнительные порядки лучей. Давайте теперь попробуем посчитать разрешение нашего микроскопа для каждого конкретного случая. Как вы помните, у нас объектива числовая апертура 1,3. Объектив у нас иммерсионный. Конденсор имеет максимальную для сухого конденсора числовую апертуру 0,9. И возьмем с вами два случая. Первый случай для синего света 400 нанометров. Наверное, самый кратковолновый свет, который мы еще можем нормально использовать. И возьмем свет, который близок к длине волны и лучшего нашего видения, восприятия 550 нанометров. Посмотрите, для первого случая, когда у нас конденсор полностью открыт, в зависимости от длины волны, мы получаем разрешение либо 222 нанометра для синего, и вот как раз вот эти дополнительные порядки окрашены в синий цвет, либо для желто-зеленого цвета 305 нанометров. В случае, если мы с вами закроем нашу апертурную диафрагму, получив минимальную для данного конденсора возможную числовую апертуру в 0,05, мы получим разрешение для того же самого синего света 361 нанометр. Посмотрите, насколько оно ухудшилось. Ну, а для желто-зеленого почти полмикрона. Понятно, что потеря здесь весьма значительная. Давайте попробуем теперь на другом объекте фотографировать при полностью закрытой нашей апертурной диафрагме. И отметим второй момент, что этот достаточно толстый объект сейчас нам виден весь в фокусе. Его видим целиком. Хотя и при не очень высоком разрешении. У этого объекта шаг пор уже гораздо больше, и даже при закрытом конденсоре нам хватает разрешения микроскопа, чтобы их увидеть. Они около полумикрона. Соответственно, понятно, что в прошлый раз как раз посчитали, что полумикрона это вполне достижимое разрешение. И давайте теперь попытаемся этот же объект снять уже с полностью открытой апертурной диафрагмой. И как вы видите, мы здесь не можем сразу навестись на резкость, так чтобы было видно все. Вот на этой серии картинок видно, что если мы будем двигаться при помощи микровинта, мы с вами получим набор из изображений. Где у нас одна плоскость будет очень хорошо видна, будет ровно в фокусе, а остальные в это время будут сфокусированы. Понятно, что сняв такой стек из изображений, на самом деле мы можем уже их обработать и оставить на исходной картинке только те детали, которые на каждом из этих изображений стека были наиболее резко видны. Так называемая рефокусировка стека из 10 снятых нами изображений. Давайте теперь сравним эти две картинки. То, что у нас было снято с рефокусировкой, но при большой открытой апертурной диафрагме, то, что мы с вами сняли всего лишь одной картинкой полностью при полностью закрытой апертурной диафрагме. Видно, что разрешение правой картинки сильно-сильно хуже, но это одна картинка. Для левой разрешение заметно выше, но нам пришлось снять теперь 10 картинок. То есть разрешение по Z при увеличении числовой апертура, в данном случае конденсора объектива, очень сильно растет. При этом есть свои и плюсы, и минусы. Последнее, что нам нужно будет на этой практике обсудить, это подбор окуляров. Иногда в микроскопе у вас может быть либо промежуточная линза, которую можно менять. Чаще всего стоит промежуточная линза однократная, 1,6, 1,8, 2,2 крата. Но однократная есть всегда. Либо у вас может оказаться несколько наборов окуляров. Есть такое правило, эмпирическое, что рекомендуемое увеличение должно лежать в промежутке от 500 до 1000 значений числовой апертуры, выбранного вами объективом. Посмотрим на наш случай. Объектив 100-кратный, числовая апертура 1,3. Промежуточная линза здесь имеет однократное увеличение и окуляр 10-кратное увеличение. Рекомендуемое увеличение, если следовать этому правилу, будет лежать от 650 до 1300 крат. Наше увеличение можем почитать чуть нелегко, перемножив увеличение объектива, промежуточные линзы и окуляра. Получаем 1000 крат. Ну и как видите, мы как раз попадаем в центр этого диапазона. Поэтому для данного микроскопа такой объектив-окуляр совершенно друг к другу подходит. Также нужно остановиться на том, как мы правильно будем снимать иммерсию. Понятно, что вы аккуратненько отводите столик вниз. Дальше, посмотрите, я перевел револьвер объективов в сторону меньшего увеличения, чтобы если случайно у меня револьвер объектив перевернулся, я сухой объектив не испачкал в иммерсии. Вынимаем наш препарат, его тоже можно будет отмыть при помощи ватки, смоченной в спирте при необходимости. Для демонстративных целей я отодвину вниз столик. И посмотрите, объектив, когда вы снимаете иммерсию, ни в коем случае нельзя тереть. Вы просто аккуратно специальной тканью, которая называется безворсовая салфетка или нетканная ткань, промакиваете. И потом, так как линзу по сухому ни в коем случае нельзя подвергать механическим воздействиям, добавляете немножко особо чистого спирта этилового на эту же салфетку. И вот этой мокрой салфеткой аккуратненько проводите по объективу. Все больше прилагать дополнительных физических усилий на этот объектив нельзя, иначе есть шанс испортить, поцарапать переднюю линзу. Оставлять иммерсию на объективе я тоже не рекомендую, особенно на длительное время. Конечно, иммерсионное масло сейчас стало гораздо лучше, но оно, к сожалению, расклеивает оптический цемент, которым вклеена передняя линза. И через некоторое время она может либо выпасть, либо при нанесении следующей раз иммерсии эта иммерсия может оказаться уже внутри объектива. Поэтому не забывайте, если на долгое время не работать с микроскопом, иммерсию обязательно снимать. Также то, что я хотел еще показать, что на всех высокоапертурных объективах для прямых микроскопов есть устройство, позволяющее вам избежать случайного загрязнения вашего препарата иммерсии, если вы будете через сотый объектив случайно переходить. Вот эта нижняя шапочка объектива, если вы ее нажмете и повернете, будет фиксироваться. И таким образом от передней линзы до вашего препарата будет больше миллиметра. То есть вы случайно с сотым объективом до препарата не дотронетесь. Если же вы будете работать на сотом объективе, обращайте внимание, чтобы он не находился в таком положении. Потому что в таком положении нормально навестись на фокус вы не сможете. Давайте вернем его обратно. Ну а также он выполняет роль такую защитную, чтобы случайно не раздавить препарат, если все-таки когда будете фокусироваться, немножко перестараетесь. После того, как будете уходить с микроскопа, нужно будет оставить его обязательно на объективе с малым увеличением. Ну и для того, чтобы все-таки абсолютно полностью теперь можно было запомнить разницу между апертурной и полевой диафрагмами, давайте посмотрим ход лучей в микроскопе при помощи такого хитрого трюка. Если мы просто нальем воду в чашку Петри, то, конечно, проходящие через нее лучи мы увидеть с вами не сможем. Но, как мы помним из лекции по флюоресценции, в растворе, при комнатной температуре, у нас флюоресценция будет идти во все стороны. И если мы теперь оставим только возбуждающий свет, синий, и возьмем флюоресцин, который возбуждаться будет именно этой длиной волны, и добавим его в воду, посмотрите, он будет флюоресцировать, там, где возбуждающий свет выпадает, и мы увидим как раз лучи в этом направлении. Я выключу свет, чтобы было удобнее смотреть на эту картинку. И теперь я буду менять отдельно либо апертурную, либо полевую диафрагму. Вот я меняю апертурную диафрагму. Как видите, меняется угол действительно вот этих лучей. Вот она полностью закрыта, у меня такой столбик света. Вот я открываю, получается такая вороночка. Опять закрываю, столбик. Ну а теперь давайте я буду увеличивать размер полевой диафрагмы. И как видите, угол лучей у меня не меняется, но меняется размер светового пятна именно на самом препарате. А угол лучей при этом оставался одинаковым. И теперь апертурная диафрагма. Видите, пятно остается одним и тем же, а угол лучей, которым освещается наш препарат, сильно меняется. Становится больше или сейчас больше. Ну и еще раз, полевая диафрагма, как видите, меняет именно пятно света на препарате апертурное. Я надеюсь, что после этой демонстрации перепутать эти две плоскости и диафрагмы будет уже невозможно. Давайте для удобства наблюдения покажу с другого ракурса тот же самый участочек. И стрелкой будет отмечено, какую из диафрагм в данный момент я изменяю. Полевая была. А теперь апертурная. Как видите, меняется теперь уже угол. А пятно света остается то же самое. Диаметром. А полевая не меняет угол, но, как видите, диаметр пятна света на препарате у нас с вами меняется. Еще раз напомню схему строения нашего микроскопа. Ну и в виде бонуса к лекции, давайте покажу еще две плоскости, которые не всегда можно увидеть. Это задняя апертурная плоскость, задняя фокальная плоскость объектива. И это промежуточное реальное изображение, формирующееся в полевой плоскости окуляра. Сейчас вы видите объектив с задней линзы. Там видно как раз фазовое кольцо, о котором будем дальше говорить. И если помнить, оно было хорошо видно в апертурной плоскости. То есть это действительно апертурная плоскость. Задняя апертура, задняя фокальная плоскость объектива. Ну и вторую плоскость, которую я хотел показать, это наличие реального, величного промежуточного изображения в полевой плоскости окуляра. Давайте вынем окуляр из микроскопа. И чтобы нам было видно это изображение, поставим в эту плоскость экранчик в виде этой же оптической салфетки. Для удобства выключим свет, чтобы было лучше видно. Как видите, вот это световое пятно, которое мы теперь видим, содержит в себе изображение нашего препарата. Увеличенное, правда, в то количество раз, насколько у нас увеличивает наш объектив. Ну и вот для удобства, под большим увеличением, как видите, та же самая картинка. То, что мы видим с окуляром, то, что на телефоне демонстрируется, то, что мы видим просто там. На этом наша вторая часть первого практического занятия завершена. Третья часть практического занятия будет посвящена уже методам контрастирования низкоконтрастных объектов. Мы поговорим о темном поле, о фазовом контрасте и о поляризационной микроскопии. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok